Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С 1 марта 2022 года работодатель обязан оценивать профессиональные риски своих сотрудников. Какие штрафы предусмотрены за неисполнение этого пункта новой редакции Трудового кодекса? Что изменится в организации рабочих мест? В нашей студии Надежда Коннова, главный специалист Департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Надежда Евгения, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, уважаемые гости, давайте начнем, знаете, со слов, чтобы наши зрители понимали, ну, наверное, базовые понятия. Вот такой термин «профессиональные риски» его употребляют достаточно часто, но мы сейчас вообще как бы любим употреблять термины, не до конца понимая их сути. Вот давайте определимся в данном случае вот с этим термином «профессиональный риск». Что это такое? Как это нужно понимать правильно? Ну, говоря простыми словами, каждый работник понимает, что какое бы безопасное, на первый взгляд, не было его рабочее место, ну, допустим, даже офисный работник, все равно у него существуют какие-то особые риски, которые связаны именно с его профессией. Даже у бухгалтера есть риски поражения электрическим током, воздействия опять посторонних лиц, опять пожарные риски, ну, и их, на самом деле, огромнейшее количество. Действительно, с 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс Российской Федерации были внесены довольно значительные изменения. Они носились и до этого, но в этом году у нас изменения действительно были глобальные. В частности, был переписан практически весь 10-й раздел Трудовой кодекса, который называется, так называется, охрана труда. И, в частности, в 214 статью Трудового кодекса была добавлена новая обязанность по оценке этих самых профессиональных рисков. Профессиональные риски в самом широком понимании этого слова – это те же самые опасности, которые потенциально могут привести либо к несчастному случаю на производство, либо при длительном воздействии к профессиональному заболеванию. И вот теперь работодатели должны будут, во-первых, первое – это выявить эти самые опасности, эти самые риски. Ну, в обязательном порядке их оценить на степени их вероятности, во-первых. Далее – оценить, насколько они опасны. Ну, то есть, что это будет. То ли это легкий вред здоровью, или тяжелый вред здоровью, или, возможно, даже смертельная опасность это может быть. Ну и дальше в обязательном порядке предпринять какие-то меры по тому, чтобы эти самые риски нивелировать. Дмитрий Владимирович, вот я предлагаю, знаете, вот об этом сейчас чуть позже, а давайте вот все-таки еще раз вот к профессиональным рискам тогда вот вернемся. То есть, я правильно понимаю, уважаемые гости, вот это речь идет о тех рисках, которые человека подстерегают именно на рабочем месте? Во время выполнения своих трудовых обязанностей, да, человек может подвергаться вредному и опасному воздействию факторов, да. Поэтому, да, действительно, это вот именно во время рабочего процесса. То есть, именно, условно говоря, с 9 до 5, ну, то есть, в рабочее время? Не обязательно, кстати, это касается именно рабочего времени, потому что, опять-таки, у нас есть понимание, что несчастным случаем может считаться не только происшествие, которое происходит именно в рабочее время или только на рабочем месте, но еще и действие в интересах работодателя. То есть, опять-таки, если работник действует в интересах работодателя, в соответствии с своими должностными обязанностями, в том числе, то, опять-таки, на него тоже оказывают влияние, в том числе, и профессиональные риски, поэтому они могут выходить даже за пределы рабочего места и рабочего времени. Ну, вот, Надежда Евгеньевна, тогда вот скажите мне, вот, условно говоря, человек, вот, обеденный перерыв, и он получает некий ущерб для своего собственного здоровья во время обеденного перерыва. Это, то есть, это тоже нужно оценивать, это тоже профессиональный риск? Конечно, конечно. Ну, во-первых, это время, да, в которое в любом случае он выполняет свои трудовые обязанности, он либо питается, да, на территории предприятия, может, где-то в столовые предприятия, в любом случае время оговорено у него в трудовом договоре, и получается, что если с ним что-то происходит даже во время обеденного перерыва, то придется нам это дело, как бы, учитывать, да. Учитывать обязательно порядок. Надежда Евгеньевна, прошу прощения, но вот смотрите, тогда ситуация просто, ведь мне вот, знаете, сейчас что приходит в голову, любое хорошее дело можно довести до абсурда. Вот, предположим, обеденный перерыв, и работник идет обедать, и, например, ну, не знаю, там, кушает неаккуратно и поперхнулся, там, пельменем, например, и ему стало плохо. Вот это профессиональный риск или это непрофессиональный риск? И он это, если он это делает на территории столовой, например, на заводе, это профессиональный риск? Вот вы, как специалист, что скажете? Ну, во-первых, он не выполняет в этот момент свои, да, конечно, трудовые функции, он питается. Как бы мы оценим риск того, что вот, может быть, нам придется оценить, вероятнее всего, если уж мы взялись за конкретный случай про пельмени. Ну, например, потому что, я говорю, чтобы не было абсурда. Если он был дегустатором пельменей, тот уже будет профессиональный риск. А вот. А если вы уже поедете покушать во время обеденного перерыва, ну, тут вы же не исполняете трудовые обязанности. Вот, вот. То есть все-таки это вот именно момент исполнения трудовых обязанностей. Несмотря что с вами во время этого обеденного перерыва произошло, может быть, вы, передвигаясь по территории, до столовой, оступились, упали, не заметили перепад, да. Ступенник, например. Ну, абсолютно точно. Это уже будет считаться, что вот, как бы, ваша невнимательность, но в любом случае, это профессиональный риск. Это профессиональный риск. Опять, какое там покрытие, ровное оно, выбойное там есть в асфальте в том числе. Вот. Другой пример, если вы кушаете на рабочем месте, да, у вас там микроволновочка рядом с вами находится, вы можете в супчик пролить, и кто-нибудь из коллег пойдет, потом наступит. И упадет. Конечно. Или, например, произойдет короткое замыкание. То есть вот об этом речь. Все возможно. Если вы вышли за территорию предприятия и пошли кушать в столовую, это другая история. Конечно. Допустим, если вас за территорией предприятия во время обеденного перелива покусала собака, это одна история. Если собака покусала на территории предприятия... Другая история. Это уже история, это уже профессиональный риск. Отчасти. Я правильно понимаю? Придется его учитывать, придется его оценивать, придется его устранять. Да. Вот, знаете, вопрос, а откуда вот это все пошло? Вот я вот сейчас просто вот размышляю, вот когда все это началось? Потому что я понимаю, что это необходимо. С другой стороны, вот я просто представляю, какая нагружка будет ложиться на работодателей. Мы об этом сейчас, конечно, поговорим. Вот откуда все это пошло? Ну, надо сказать, что, в принципе, идея сама по себе замечательная. У нас раньше сами существовали для оценки условий труда на рабочем месте только две процедуры. Это специальная оценка условий труда и производственный контроль, которые делали, так скажем, с сухим языком, подавали информацию о том, что соответствует это нормативным требованиям, которые установлены на государственном уровне, или не соответствует. Оценка рисков – это более творческая работа как для самого работодателя, так и для службы охраны труда. Ну и, конечно, у нас тут включаются непосредственные работники, потому что они тоже напрямую завязаны в этом самом процессе оценки своих профессиональных рисков. Потому что, ну, кто кроме них так глубоко погружен в эту самую тему, какие опасности есть у них на рабочем месте. И поэтому законодатель действительно пришел к тому, что проанализировав ситуацию на рынке труда с производственным травматизмом, о том, что нужно эту работу как-то более, так скажем, углублять, учитывать больше факторов, потому что, ну, действительно, не только температура влияет на травматизм на рабочем месте, или движение воздуха, или прочие такие процессы, которые мы измеряем в процессе производственного контроля, или же специальной оценки условий труда. Нужно измерять еще и то, что находится вокруг нас, то, что не поддается, ну, так скажем, сухому цифровому измерению. Поэтому у нас и появилась необходимость оценивать эти самые риски. То есть не то, что уже есть наличие, так скажем, несоблюдения или нарушения требований трудового законодательства, а то, что потенциально может послужить причиной этих самых несчастных случаев. Вот, Надежда Евгеньевна, я правильно понимаю, что сейчас ситуация складывается таким образом, что вот мнение работников, оно будет здесь очень важным, потому что вот анкетирование, я так понимаю, это основа основ. Ну, самое главное, с чего мы начинаем оценку профессиональных рисков, это будет, конечно же, опрос работника, это будет анкетирование. У нас, в общем-то, законодательно даже закреплен бланк вот этого опроса непосредственных работников. Поэтому, да, они будут, как бы, как уже сказали, что это будут самые главные люди, которые будут считать, что является риском у них на рабочем месте. То есть, на самом деле, вот это в первую очередь, то есть, цепочка такая, в начале анкетирования, затем работодатель оценивает ситуацию, и затем вот что он с этим делает? Вообще, в начале придется в любом случае создать комиссию для того, чтобы оценить профессиональные риски в организации. В любом случае, это будет комиссия. В составе? Вот, и желательно, чтобы это был не один специалист по охране труда или уполномоченный, на кого возложена эта обязанность вести охрану труда. А, конечно же, это может быть главный инженер предприятия, организации, это начальники отделов, это может быть специалисты по электробезопасности, по пожарной безопасности, это представители профсоюза, это обязательно, конечно, они должны принимать в этом участие. Вот такая комиссия собирается, выпускается приказ по заводу, любое распоряжение, любой нормативный акт. После этого эта комиссия уже начинает собирать информацию обо всех несчастных случаях на производстве, обо всех профессиональных заболеваниях на производстве, в организации. Обязательно оценку профессиональных, специальную оценку условий труда. Условий труда, так. Ее обязательно необходимо будет учитывать, без нее, вот, надо сказать, что оценку профессиональных рисков сделать будет невозможно. Вот, собирая все вот это, вот вы будете по вашей организации уже составлять классификатор опасностей, рисков, не что иное. Вот, когда вы по своей организации составите классификатор, потому что каждая организация, разная специфика, разные опасности. Да, как правило, конечно, есть какие-то определенные опасности, которые тоже у нас закреплены законодательно. У нас есть перечень примерных опасностей, его можно посмотреть в приказе 926. Но вообще каждое предприятие уже начинает составлять свой классификатор в соответствии со своей спецификой. В любом случае, опять же, это зависит от количества людей в организации. То есть, как бы тут не вот, все просто. А уже после этого, когда составлен классификатор опасностей, после этого приступают уже, ну, к оформлению. Тут вот самое первое, конечно, это опросные листы. Работник обязан будет. То, о чем начинали говорить. Конечно. Вот тут уже с этими опросными листами будет уже работать работник. Без них, опять же, оценка профессиональных рисков будет бессмысленной, и она будет, ну, неверная, скажем так. Да, потому что те же самые специалисты по охране труда, вот он, проходя по территории предприятия, организации, он видит поверхностно, да, то есть, опять-таки, или руководитель, да, он общую картину видит, какие могут быть риски. Человек, который работает на местах, он, может быть, дополнительно какие-то видит возможные потенциальные опасности, которые может не заметить его руководителя. Поэтому мы опрашиваем, опять-таки, и самих руководителей, и спрашиваем мнение должностных лиц, то есть, непосредственных начальников, то есть, какие они выявляют опасности. Мнение профсоюза, мнение, опять, спецслужбы охраны труда, все это важно в обязательном порядке, в том числе при составлении этого самого реестра опасности, который есть на предприятии. Вот он появился, этот реестра опасности, что дальше, что с ним делать, с предприятием? Дополнять. Потому что он не может быть сконечным, он постоянно, жизнь меняется, он постоянно меняется. Абсолютно точно. Сегодня произошел несчастный случай, допустим, человек, еще раз, ну, допустим, укусила его собака, идя по территории с одного цеха в другой, или, допустим, по служебным обязанностям он несет документы в какую-то организацию, на него напала собака, у вас в этом перечне отсутствует такая опасность, нам придется ее дополнять. Ну, или новый производственный процесс. Ты, например, запустил новое производство, тут вообще как бы у тебя, ну, целый пласт появляется новый совершенно. Естественно. И материалы, и оборудование, и инструменты. Это все, конечно, влечет уже за собой новые опасности. Да даже новый продукт, на самом деле. Если ты там раньше выпускал там один вид продукта, теперь добавился еще один, по идее получается это риск. То есть это процессы, я так понимаю, бесконечные, на самом деле. Ну, вы понимаете, вообще для организации законодательно не определен срок, в течение какого времени или там через какое время вы можете провести, да, оценку профессиональных рисков. Как вы ни скажете, это действительно бесконечный процесс. Тогда что в конечном итоге должно быть у работодателя? Потому что вот что изменится в организации рабочих мест? Вот он провел эту оценку. Что для него изменится? Он должен, получив вот этот документ, он что должен делать дальше с ним? План мероприятий по устранению вот непосредственных этих рисков. Необходимо будет его разрабатывать, необходимо будет его придерживаться, то есть как бы даже взять ту опасность, когда помыли пол, и работник, передвигаясь по коридору, может упасть. А нету таблички скользкий пол? Абсолютно верно. Осторожно. Вот казалось бы, да, уже абсурдная ситуация. Привычная вещь, на самом деле. Но вы все ходите в поликлиники, там это часто можно увидеть, кругом вообще вот стоит. Это не просто так. Абсолютно точно. Каждый не хочет, в общем-то, получить несчастный случай. Да, ну и помимо всего прочего, вот эти риски, которые мы выявили, которые мы идентифицировали, которые мы оценили, они должны послужить основой для разработки иных локальных документов по охране труда, в том числе инструкции. Мы в инструкции должны в обязательном порядке отразить те самые опасности, те риски, с которыми может столкнуться работник. Соответственно, цель? Цель для того, чтобы, опять-таки, организовать технологический процесс таким образом, чтобы уменьшить воздействие этих самых рисков. Вот вы привели пример с тем, что уборщица моет пол. Опять-таки, мы можем с вами еще, помимо всего прочего, в мероприятие включить изменение времени работы уборщицы. Она же может мыть не только в служебное время, она может быть мыть в то время, когда уже все работники, ну большая часть работников ушли. Это опять снизит у нас с вами опасность того, что люди подскользнутся на этом самом полу. Казалось бы, мысли так простые и логичные, но это же опять все проистекает из этой самой оценки профессиональных рисков. Ну да, это не что иное, как минимизация повреждений здоровья. Вот я слышал такой термин, если я сейчас ошибусь, поправьте меня. Нулевой травматизм, правильно я сейчас? Концепция Vision Zero, как ее за границей называют, у нас концепция нулевого травматизма, который Минтрут у нас активно пропагандирует, движение международное, но очень хорошее. То есть это на самом деле, это вот все туда. Цель – это нулевой травматизм. То есть чтобы человек пришел в том же состоянии, в котором человек пришел на работу, в этом же состоянии, но с работы ушел. Цель основная – это смена, ну я как понимаю, это смена менталитета. Что если у вас в инструкции написано, что нужно соблюдать технику безопасности, что нужно перед тем, как вы включаете компьютер, нужно включить сначала пилот, что опять что вилку из розетки с точки зрения пожарной безопасности вытаскивать, что именно так и нужно действовать. То есть если мы будем полностью соблюдать требования трудового законодательства, законодательства в области охраны труда, никак я уже 10 лет так делаю и со мной ничего не произошло. Это не говорит о том, что дальше тоже будет ничего не происходить. Это говорит о том, что сейчас с тобой ничего не произошло, но мы выявили опасности, мы выявили риски, и с тобой может произойти соответственно несчастный случай. Это касается… Мы сделаем так, чтобы не произошло. И это касается не только самих работников, то есть только они должны соблюдать требования техники безопасности, тогда будет все хорошо. Опять-таки оценка профессиональных рисков, она идет более, так скажем, глубоко. Если у нас с вами, вот возьмем для примера, одни работники работают в старое здание, в нем уже 50 лет не делается капитальный ремонт, а другое здание новое, где будут риски, в том числе и пожарные, в том числе и летотехнические риски, где будут больше? Ну, конечно. Опять-таки это тоже подталкивает работодателя, в том числе к смене оборудования, потому что это минимизирует риски. Меньше рисков, меньше травм на производстве. Меньше травм на производстве, соответственно, меньше растоя, меньше больничных листов у работников. Меньше проблем у работодателя, в том числе судебных. Совершенно верно. Это все, опять-таки, оценка рисков. Не надо воспринимать это как какую-то дополнительную, ненужную обязанность для работодателя или дополнительная трата времени для должностных лиц. Это подспорье, которое поможет работодателю. Да, он сегодня потратит, возможно, некоторые средства на модернизацию, на реализацию мероприятий, но потом это сэкономит ему большие денежные средства. Вот вопрос. Тем не менее, смена менталитета – это замечательно. Этот процесс такой долгий, тяжелый и непростой. Отдельную программу можно на самом деле сделать, если я ее задумаю. Я вас обязательно приглашу, есть о чем поговорить. Но, тем не менее, вот сейчас предусмотрены какие-то штрафные санкции для тех работодателей, которые не будут оценивать профессиональные риски. Насколько я слышал, что-то такое есть? До конца года у нас каникулы. До конца года каникулы? Да. А потом? Потом у нас есть с вами требование к кодексу административных правонарушений, в которые не так давно у нас была внесена отдельная статья, касающаяся именно требования охраны труда 5.27.1. И там по статье 5.27.1 у нас с вами пункт 1 до 80 тысяч рублей на юридическое лицо штрафные санкции у нас предусмотрены. Ну, это в следующем... Ну, и здесь ведь нужно понимать один важный момент. Дело в том, что это касается безопасности людей. Совершенно верно. Это ведь проверки не те, которые там условно, там, ну, налоги или еще что-то, а это то, что касается людей. Совершенно верно. Да. И не надо забывать о том, что самая, так скажем, денежная и дорогостоящая статья, касающаяся нарушения требований охраны труда, это за необеспечение средствами индивидуальной защиты. А в следующем году, с 1 сентября 23-го года, у нас с вами выдача и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты будет не как это в настоящий момент. У нас есть отраслевые нормы выдачи, а со следующего года мы будем уже должны учитывать риски, которые есть на рабочем месте. Ну, в принципе, это логично. Возьмем, для примера, ту же самую профессию сантехника. Сантехнику в настоящий момент положено выдавать те же самые противогазы, фильтрующие устройства. Если вы офисная организация, и все, что делает ваша сантехника, это меняет краны, не спускаясь ни в подвалы, ну, некоторые работодатели начинают задавать вопрос, следует ли нам закупать эти самые противогазы, нету на них необходимости. Так вот, с 23-го года, если рисков таковых нет, то тогда, соответственно, закупать это не требуется. Но, с другой стороны, если опять у вас есть какие-то иные риски, то в обязательном порядке мы должны будем их учитывать, в том числе при организации закупки средств защиты. То есть это позволяет, а правильно, это позволяет с одной стороны, как бы и минимизировать затраты. То есть если очевидно, что человек не занимается вот этими обязанностями, и там рисков нет, то вот эти средства защиты ему покупать точно необходимо. Неформальный подход. То есть мы с вами приходим к тому, что не, так скажем, не четкое от запятой до запятой чтение нормативного документа, а документ должен соответствовать сегодняшней реалии. И если есть у вас необходимость закупать не сапоги, а ботинки, значит, нужно закупать. Примите решение, закупайте ботинки. Совершенно верно. Опять, если опять оценка рисков говорит вам о том, что действительно в данной ситуации ботинки будут более логичны, функциональны. И безопасны. Да, и безопасны. И если вы потом, если, не дай бог, что-то произойдет, сможете доказать это в суде, что вы оценили профессиональный риск, и чтобы вы четко понимали, что ботинок достаточный, и нужны ботинки, а не сапоги. Условно сейчас говорю. Совершенно верно, да. А каска вам точно не нужна. Оценка риска станет вам здесь очень большим подспорьем. Она может где-то даже стать спасением в определенной ситуации. Вот, кстати, если говорить дальше, о наказаниях, с наказаниями понятно. Помощь от власти какая-то будет, так сказать, помочь вот в этой ситуации работодателю разобраться, правильно оценить, потому что дело-то новое, или не совсем новое, или они сами справятся. Мы надеемся, что работодатели у нас ответственные люди, которые своевременно и в полном объеме, в том числе, и посещают семинар, обучение, в том числе, и читают нормативно-правовые акты. Но действительно, законодатель у нас дает, так скажем, рычаги в помощь, опять-таки, руководителям организаций, должностным лицам, да и работникам в том числе. У нас существует 248-й федеральный закон, который говорит о том, что и госорганы, и госвласти, и даже контрольные органы, которых очень сильно боятся, та же самая госинспекция, и иные органы, да, они должны в том числе осуществлять и информирование, в том числе и консультирование осуществлять, и посещать в организации не только с целью проверок, но и с целью оказания помощи работодателям. То есть, опять, эти визиты они не будут носить, если они, опять-таки, инициируются самими работодателями. То есть, обращаемся в госорган, в муниципальный орган, опять-таки, с просьбой помочь им, ну, конечно, не само организовать работу, потому что, ну, понятно, иначе за вас работать никто не будет, да. Да, совершенно верно. Но опять указать на недостатки. Такой своеобразный аудит. Внешний. Внешний аудит, да. Это возможно. Да, ну, конечно, от эффекта замыливания глаза никто не застрахован. Нам кажется, что у нас все идеально, а сторонний наблюдатель посмотрит и укажет нам, вот здесь не так, вот здесь не так, собственно говоря. Поэтому 248-й федеральный закон дает нам такое право, я всех руководителей, граждан, в том числе, рекомендую пользоваться этими самыми возможностями и активнее инсультироваться. То, что мы тоже иногда участвуем, в том числе и в контрольных мероприятиях по приглашению контрольных органов в качестве экспертов. И мы действительно наблюдаем, что, ну, такие глупые ошибки совершают, которые буквально ничего не стоит исправить, если, опять-таки, знать, как правильно организовать процесс. То есть обращаться – это нормально, это правильно, это никаких последствий для предприятия не влечет. То есть если вы что-то выявили, вы за это наказывать не будете. Вы просто укажете на ошибку и скажете, поправьтесь, пожалуйста, это для вашей же пользы. В законе как раз указано, что опять сведениями, если опять мы проводим профилактический визит, сведениями, которыми мы выявим в процессе этого визита, мы не можем пользоваться для наказания. Замечательно. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что вот такое важное дело, как минимизация травматизма вообще на всех рабочих местах, оно будет продолжать, оно будет развиваться. И тот самый нулевой травматизм, о котором вы говорили, ну, может быть, окончательно мы до него не доберемся, но хотя бы приблизимся, потому что на самом деле это очень важно. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Надежда Коннова, главный специалист Департамента условий охраны труда Министерства трудозанятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. И берегите себя, всем вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова